АЛЛИАНС АТЛАНТИС СЕРЕНДИПИТИ Показывают кинокомпании «Аллианс Атлантис» и «Серендипити Пойнт Филмс». Совместно с «Нэчурал Найлон». Фильм продюсера Роберта Лэнтеса. Режиссера Дэвида Кроненберга. Дженнифер Джейсон Ли. Джуд Лоу. В фильме «Экзистенция». Также в ролях Иан Холм. Дон Маккеллар. Каллум Кит Ренни. Сара Полли. Роберт Эй Сильверман. И Кристофер Эклистон. А также Уильям Дафо в роли Газа. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Специальные эффекты Джим Айзек. Композитор Говард Шор. Монтаж Рональд Сэндерс. Художник Кэрол Спайер. Оператор Питер Сучицкий. Продюсеры Роберт Лантус, Андрес Хаммари и Дэвид Кроненберг. Автор сценария и режиссер Дэвид Кроненберг. Экзистенция. Написано вот так, в одно слово. Первая буква маленькая, потом заглавная. И заглавная в конце. Экзистенция. Новая игра компании Антенна Ресерч. И эта игра здесь, прямо сейчас. Нам нужна верность наших потребителей, которые должны помочь опробовать продукт. Мы одна команда, Антенна и вы. Те, кто приходили на наши семинары раньше, знают, что обычно я веду занятия, связанные с новыми играми. Но не сегодня, нет. Итак, пробный запуск игры Экзистенция фирмы Антенна мы пригласили необычного гостя. Совершенно верно. Самый величайший дизайнер игр в мире, лично здесь, для того, чтобы вместе с вами сыграть первый сеанс этой игры. Экзистенция фирмы Антенна. Итак, богиня игр Аллегра Геллер. АПЛОДИСМЕНТЫ АЛЛЕГРА, АЛЛЕГРА! АЛЛЕГРА! Мир игр сейчас находится как бы в трансе. Люди запрограммированы для того, чтобы принимать так мало, в то время как возможности так велики. Экзистенция — это не просто игра. Это абсолютно новая система игр. И это, как бы сказать, собрание очень многих наших новых игрушек, которые вы первые опробуете. У нас есть 12 прототипов живых джойстиков. Это означает, что для первой игры нам нужно 12 добровольцев, которые готовы играть вместе с богиней игр. Стоп, стоп, стоп. Не так быстро. Ой, да, конечно. Черт, я не опоздал, да? Это первая попытка игры, потом будет вторая. Так, вы, и вон, вы с двумя волосами, да, и вы сюда. Ноэль Диктор. Да. Подними руки, мне нужно тебя просканировать. Это что, проверка на оружие? Ну, скорее, на всякие записывающие устройства. В эти игры вкладываются огромные деньги. Наши помощники помогут вам, используя новую... А что у тебя здесь? А, здесь это... Джойстик такой. Ну, это старый, конечно, устаревший, я понимаю. Я не мог себе позволить новый 15-й апгрейд, но я подумал, может быть... Нет-нет, тебе это сегодня не нужно будет. Как дела, все нормально? Ну, сколько, два часа максимум? Ну, два-три часа. Значит, ты думаешь, три часа, да? Хорошо. Все в порядке. Вы готовы, Аллегра? Да, конечно. Это мой самый любимый момент. Начинайте. Хорошо. Сейчас я буду скачивать экзистенцию компании Антенна Ресерч в вас. Подупреждаю. Это будет нечто особенное. Но без паники. Что бы ни случилось. Хорошо? Ладно, скоро увидимся. Да. Спасибо. Абрюс! Да. Да. Хорошо. Ой. Хорошо. Она какая-то робкая, стеснительная. Вот что не думал, что такая звезда может быть такой робкой. Хочет ей свое время носить одна в своей комнате, придумать игры. Наверное, она была бы счастлива, если не нужно было бы ни с кем ими делиться. Смерть поражению дьявола Олегри Геллер. Смерть компанией Антенна Ресерч. Увози ее отсюда. Спаси ее. Он может быть не один, он может быть много. Увести ее. У нас среди своих есть враги. Не верь никому, никому. Мисс Геллер, вы пойдете со мной. Я отвечаю за вас. Вы должны пойти со мной. Поехали. 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 Ну и что мы здесь будем делать? Вы знаете вообще здесь кого-нибудь? У вас есть здесь местные знакомые? Не местные, а специалисты по играм. Здесь полно людей, которые работают над различными играми для нас. Ну, фабрики всякие, монетки. А, конечно, мы можем здесь спрятаться. Может быть. Кажется, у меня появились враги, о которых я не знала. Смерть Олегри Геллер. Тебе понравился какой-нибудь заорал? Смерть Теду Пайкулу. Откуда вы знаете, как меня зовут? Ну, у тебя именная бирка висит. А, да. Это что? Мой телефон. Тед Пайкул. Что случилось? Что? Эй! Зачем? Это было со связи с цивилизацией. Так нас могли засечь. Они сразу могли определить, где мы. Они? Кто? Компания? Да кто угодно. Пайкул. Почему у тебя нет пистолета? Что? Ты не вооружен. Мне сказали, что ты мой охранник, но у тебя нет оружия. Кто это сказал? Я стажер отдела маркетинга. Твою мать. Меня собираются убить, а меня послали за каким-то уродом из отдела рекламы. Хотят убить. Хотят убить. О, боже мой. Ладно. Не волнуйся, Пайкул. Не дергайся. Я разберусь. И сейчас нам нужно остановиться. Зачем? Чтобы у нас был интимный момент. Ну, давай. Будешь делать, так делай. Хорошо. Начинаем. У вас кто-то кусал? Что? Что? Смотрите, что я сейчас вынул из вас. Это зуб. Человеческий зуб. Покажи мне этот пистолет. Да. У него пули, зубы. Вот этого дырка. Это специально сделано, чтобы принести через любой детектор металла. Это все плоть и кольсть. Да, наверное, если кальвир поменьше, нужно детскими зубами стрелять. Фея молочных зубов нашла себе новую профессию. Фея молочных зубов нашла его. Единственная сценария. Среди. Человеческие зубов нашли. Фея молочных зубов. Холод вас. На которой он не может помочь. Фея молочных зубов нашла. Где ты сейчас была? Бродила по экзистенции. По новой системе. Мне там нравится. Конечно, если нет другого игрока, ты всего лишь турист. Это не так интересно. Почему нельзя связаться с антенной? Они не будут с ума сходить. Думают, что с тобой случилось. Мы ведь ничего плохого не сделали. Мы убежали, потому что мы не знали, сколько их там. По-моему, мы обязаны сообщить антенне, что с тобой все в порядке. Пусть они пришлют к кому-нибудь, кто поможет тебе, который будет знать, что делать. К тому же я не могу... Я не могу делать это, чтобы это ни было, ну, всегда. Даже не знаю вообще, что происходит. Эй! Что ты делаешь? Где твой биопорт? Только не говори мне, что у тебя его нет. Не могу поверить, а? У меня нет биопорта. Ну, а тебе-то что? Ты хочешь заниматься этим бизнесом, и никогда я даже в жизни не играл ни в одну из моих игр? Ты никогда вообще не играл. Слушай, мне всегда хотелось поиграть в одну из твоих игр. Но у меня это фобия, относительно того, что кто-то будет проникать в мое тело. Ну, ты понимаешь меня. Нет, боюсь, не понимаю. Ну, ввести в себя, вживить биопорт, для меня это... Ну, не знаю. Я не могу. Это все очень странно, у меня мурашки по коже. И стреляют просто в позвоночник из маленького пистолета, и все. Это делают даже в магазинах, как прокалывать уши. Да, конечно. И есть только очень маленький шанс того, что ты будешь парализован всю жизнь. Я про это читал. Да ладно. К тому же, когда в тебя введут биопорт, ты можешь играть в любые игры. Неужели ты сейчас хочешь играть? Не здесь, ведь не сейчас за нами гонятся какие-то психи. Моему ребенку пришлось плохо, там, в церкви Пайкоу. Когда из нее выдернули умбикорда. Это был тот самый момент, когда она занималась перекачкой системы в другие живые джойстики. Это самое уязвимое для нее время. Она, может быть, сейчас там плачет, просит о помощи. Единственная возможность для меня определить, все ли в порядке с игрой, быть уверена, что из-за моей небрежности мой биоджойстик не будет на всю жизнь изуродован, это с кем-то дружелюбным сыграть в экзистенцию. Ты друг? Или нет? Конечно. Ладно. Давай. Давай прямо сейчас. Так, подожди. Для того, чтобы вживить незаконный, незарегистрированный биопорт, примерно в полночь, нужно подъехать просто к бензоправочной станции и все, да? Что-нибудь еще я могу для вас сделать? Ну, газ. Ты можешь проверить, есть ли у тебя запасные биопорты. Что? Свечи вы иметь в виду? Ты слышал меня. Моего друга проблема с биопортом. Биопорт. Это такая дырка в спине, да? Здесь много зайниц с дырками вокруг. Ну, в общем, все, других нет. Я даже не знаю, почему вы со мной об этом говорите, леди. Да, конечно, знаешь. Аллегра Геллер, вы изменили всю мою жизнь. Какая у тебя раньше была жизнь? Раньше? Я работал... Где ты работал? До того, как ты изменил Олега? На заправке. Ты же сейчас ведь работаешь на заправке. Только на этом самом жалком уровне реальности. Работа Геллер освободила меня. Освободила? Хэмис играл в ее игру Искусство Бога. В одно слово. У меня нет биопорта. Ты игрок игры и есть Бог. Очень духовная, веселая игра. Бог художник, Бог артист, Бог механик. Смешно. Так, вот. Они стерилизованы ведь? Не волнуйся. Они же так устроены, что можно вживлять даже на бойне. И все равно никакой инфекции не будет. Ты зачем-то переоделся в чистое? Для имиджа. Это мне помогает сосредоточиться. Главное ведь не промахнуться и не попасть куда не надо. О, Боже. Боже. Господи. Механик. Прошу пройти в мой кабинет. Механик. Механик. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Да, я думаю, сейчас будет больно. Я ещё, между прочим, никого калекой не сделал. А сколько ты уже обживлял? Трём? Ну, ты будешь моим третьим. Тише, тише. Тише. Газ, что здесь происходит? Ну, он так себя ведет, будто я на него нападать собираюсь. Обычно людям за это платят. Да? Оба заплатили. Как видишь, я решил не вживлять себе биопорт. Вот она, видишь? Вот она, та клетка, которую ты сам себе создал. Ты не можешь выйти из неё и ходишь по маленькому кругу всю свою жизнь. Вырвись из клетки, Пайкл. Вырвись сейчас же. Опухоль быстро пройдёт. Завтра ты даже не заметишь её. Я в восторге. Как здорово. Что происходит? Я ноги не слушаются. Зиджи считает, что это внутренняя анестезия. Ну, как будто ты ребёнка рожаешь. Такой мгновенный паралич. От пояса вниз. Поэтому тебе и не было больно. Это очень быстро пройдёт. Пойду приведу себя в порядок. А вы двое будьте как дома. Не обязательно ждать, когда пройдёт опухоль. Ты будешь подключаться ко мне, пока я парализован? Ты хотел играть в мою игру, правда? Да, хотел, но... Хочу, но... Здесь, сейчас... Это мир мгновенного подключения. А это зачем? Холодно. Новые порты иногда немножечко узковаты. Я ведь не хочу сделать тебе больно. А как... Получается, что биопорты ничем не заражаются, что инфекция не попадает в них. Но они же ведут прямо внутрь тела. Ну, послушай себя. Ну, что ты говоришь, Пайкл? Не говори глупости. А может быть, ты могла бы называть меня Тед? Может быть, потом. Чёрт! Пайкл! Пайкл! Я не могу поверить. Из-за тебя перегорел мой джойстик. Я, наверное, был прилив нейронов. Что это значит? Я тебя обсоединил к моему джойстику. Ты запаниковал, и вот теперь смотри, хана полная, твою мать. Это катастрофа. Я нервничал, но никакой паники не было. Мне пришлось тебе доверять. Ты запаниковал. Из-за тебя перегорел мой джойстик. Ну, заведешь себе новый. Пайкл. Внутри джойстика единственная, оригинальная версия экзистенции. Вся игровая система, которая стоила 38 миллионов, не считая, конечно, расходы на предварительную рекламу. И я не могу упасть в собственную игру. Я не могу ни ее вытащить, ни с самой внутрь проникнуть. Что, серьезно? Это была единственная версия? Единственная. И теперь она застряла там внутри, из-за тебя. Пять лет страсти из моей жизни я посвятила этому маленькому существу. И я никогда не жалела об этом, Пайкл. Потому что я знала, что единственное, что придаст смысл в моей жизни. Аллегра. А почему я-то виноват? Я тебе говорю, я не паниковал. Я не почувствовал даже ничего. Нет, ты не виноват. Я виноват. О, нет, Гарс, только не ты. Я бы не посоветовал вам снова пользоваться этим биопортом. Может быть, разрешу, чтобы в качестве тостера его использовать. Что происходит? Ты стоишь больших денег, мертвая. А о чем ты говоришь? Ты знаешь, о чем я говорю. Здесь все это знают. Пять миллионов долларов за ее голову. И никаких вопросов. Но она же изменила твою жизнь. Да. А теперь я изменю ее жизнь. Ты зачем меня взявил плохой биопорт? Потому что дают большой бонус за убийство новой игры, Аллегра Геллер. И это только что сделал, правда? И ты сможешь убить меня, Газ? Ты сможешь убить живого человека? Ты сможешь это сделать? Потом прятать мой труп. Связываться с этими психами. Надеяться, что они заплатят. Передавать им мой разлагающийся мать-вот труп. И ждать, что они себе дадут пять миллионов наличными. Ты что, никогда в кино, что ли, не ходил? Хорошо сценарий залагаешь. Мне в него попасть. О, Господи, по-моему, он мертв. Он хотел убить тебя. Да. Два человека за один день хотели убить тебя. Я, наверное, сейчас на вершине популярности. Аллегра, нам нужна помощь. Ты прав. Нужно починить джойстик. Мы будем кататься на лыжах. Эй. Эй. Смотри, какой здоровый жук. У него две головы. Это не жук. Это какая-то мутация водоплавающих. Саламандра, ящерица, лягушка. В наше время. Ты же знаешь. А что будет, если кто-нибудь приедет сюда и действительно захочет покататься на лыжах? Перестань, Пайкл, сейчас никто действительно на лыжах не катается. Ты же это знаешь. Нет, нет, не трогай это. Вот стерильный раствор. Моя дорогая. Аллегра Геллер. Я так рад и так изумленно видеть тебя здесь. Кирилл Винокур. Вот это, хранитель. Тед Пайкл. Добрый день. Стерильный раствор. До меня дошли какие-то дурацкие слухи про какую-то чуть ли не религиозную войну против тебя. Компания пытается найти тебя. Это что, правда, серьезно? Ты в опасности? На меня уже совершили два покушения. Но это невыносимо. Компания должна это остановить. Они могут обеспечить защиту. Я не знаю, смогут ли они что-нибудь сделать. Кажется, на меня открыта охота. Но здесь ты будешь в безопасности. Поверь мне. Я сразу свяжусь с антенной. Пускай они пришлют кого-нибудь. Нет, Кири, не надо. Пусть никто не знает, что мы здесь. Я не уверен, что антенна для меня безопасна. Понимаю, да. Знаешь, ты можешь спрятаться в одном из наших самых отдаленных шалек. Сколько хочешь. И я тебе пришлю свежие, чистые полотенца. Главное, просиди, чтобы я ничего вот из этого не потеряла. Еще бы. Возьми это. Хорошо. Это оттяни назад. Слушай, к чему ты подсоединилась? К биопорту Пайкула. Правда? Из-за этого все? Это... Это был плохой биопорт. Это у меня был первый опыт. Ну, в общем, в итоге перегорели очень многие нейросвязи. Видишь? Похоже на животное какое-то. Как будто вы оперируете какую-то собаку. Я тебе говорил, Лондри, мы скоро станем знаменитыми ветеринарами. Вот сюда, пожалуйста. Джойстик игры «Экзистенция» и мистер Пайкул — это, в общем, животное. Его выращивают из яиц водоплавающих, которые вводятся в синтетическое ДНК. Этот метод есть только у компании «Антенна Ресерч». А где батарейки? Очень смешно. Он не шутит. Он просто у нас болван из-за дела рекламы. Это же подключается к тебе. Ты источник энергии. Твое тело, твоя нервная система, твой метаболизм, твоя энергия. Ты устаешь, или у тебя плохое настроение, и эта штука не будет работать нормально. Ладно, Ландрид здесь закончит. Давай теперь вынем из тебя этот плохой биопорт и введем нормальный. Больно. По-моему, инфекция. Нет, это не инфекция. Он просто возбужден. Ему нужно действие. Действие. А мне не нужно действие. Мне, носителю этого возбужденного биопорта. Теперь у моей малютки было три страшных испытания. В церкви, на газоправочной станции и на операционном столе. Я должна проверить, все ли в порядке. И поэтому я должна сыграть в экзистенцию с кем-то дружелюбным. Ты друг или нет? И ты хочешь мне сказать, что эта штука будет питаться энергией моего тела? Да, они так устроены. Видишь? Ты уже доволен. Хорошо. Экзистенция. Только от компании Антенна. Начинаем. Ты... У нас неравноценное положение. Как я могу играть с тобой? Ты дизайнер этой системы. Ну... Ты ведь можешь выиграть у человека, который придумал покер, правда? Вы это берете? Это прекрасно. Я чувствую себя самим собой. Это обычный такой переход? Такой простой, такой гладкий. Из одного места в другое. Это зависит от стиля игры. Бывает резкий переход, резкий монтаж. Бывает затемнение, бывает размыв. Это поразительно. Я понятия не имел. Посмотри. Игры, о которых я никогда не слышала. Погоди минутку. Да, кстати. А в чем цель игры, в которую мы сейчас играем? Нужно играть в игру, чтобы выяснить, почему ты играешь в игру. Это будущее, Пайку. Ты вот увидишь, насколько это все тебе покажется естественным. Китайский ресторан. Выйдите ли вы оттуда живым? Посмотри. Это тоже будущее? Эти микроджойстики. Терротина подобная? Это очень деликатная вещь. С ними нужно быть очень осторожными. Да, могу себе представить. Компания Cortical Systematics сейчас на вершине рынка. Не только в том, что касается новых игр, но и в том, что касается новых систем. А это будет работать с обычными стандартными биопортов? Я Дарси Нейдер. Добро пожаловать в империю игр Дарси Нейдера. Я могу ли как-нибудь вам помочь? Мы просто смотрим. У меня есть то, что вы ищете. Кто вас послал? Не твое дело, кто нас послал. Мы здесь. Это самое главное. Господи. Что случилось? Я не собирался это говорить. Это твой герой сказал. Такое шизофреническое ощущение, правда? Привыкнешь. Некоторые вещи нужно признести, чтобы развивался сюжет. Неважно, хочешь ты сказать их или нет, ты их скажешь. Не сопротивляйся. А стоит ли это говорить при нем? Посмотри на него. Что он делает? Он вошел в петлю в игре. Не выйдет оттуда, пока ты не скажешь ему правильную фразу из диалога. Но это сложно. Попробуй повторить свою последнюю фразу. Только и назови его по имени, чтобы он знал, что ты к нему обращаешься. Мы здесь, Дарси Нейдер. И это единственное, что имеет значение. Да, вы правы. Это единственное, что имеет значение. Ты сказал, что у тебя есть то, что нам нужно. Мы ждем. Вам потребуются эти микроджойстики, чтобы перекачать свои новые личности. У вас очевидно есть эти стандартные биопорты, да? О которых вы раньше говорили. Да, конечно, у нас в обоих есть биопорты. А есть они у нас? Я так сразу решил, что есть. В игре, конечно, у нас их может и не быть. Надо проверить. Да, на месте. Немножечко другой на вид, но он здесь. Да, я понимаю, что ты имеешь в виду. Да, они у нас вживлены. Хорошо. Включайтесь. И узнаете все, что нужно. Пока что. Я вас оставлю, а вы пока здесь заканчивайте. Не нужно, чтобы нас всех видели вместе. Я так понимаю, что Нейдер — это как бы вход в игру. Да, немножко разочаровывает. Нейдер? Да, он не очень хорошо прописан. Диалог у него не очень, акцент. Да. Ладно. Джейсики такие маленькие. Они напрямую подсоединяются к биопорту. Ладно. О, Боже, что? Весь джойстик только что весь влез тебе в спину. Как в спину? Он у меня в позвоночнике. Поднимается по позвоночнику. Без паники. Это всего лишь игра. Ничего пока не чувствуешь? Нет, ничего. Абсолютно ничего не чувствую. Абсолютно ничего не чувствую. Ты хочешь мне сделать это тебе? Да. Сделать это тебе? Да. Ты что? Это не я. Это мой персонаж. Я бы этого не делал, но здесь, по крайней мере. Наши персонажи, похоже, просто не могут себя сдержать, да, когда друг друга видят. Это, наверное, будет просто жалкая механическая попытка, чтобы усилить эмоциональное напряжение в следующих эпизодах игры. Бесполезно сопротивляться. А наши новые личности где они? Ты чувствуешь, что у тебя есть что-то новое? Ничего проявится. Я очень волнуюсь за мое тело. Твое что? Где наши настоящие тела? С ними все в порядке? Что если они проголодались? Что если есть какая-то опасность? А они там, где мы их оставили. Сидят тихо и спокойно, с закрытыми глазами. Будто медитируют. Я себя чувствую очень уязвимым. Расчлененным. Хорошо. Ты не дергайся. Все твои органы чувств по-прежнему работают. Ты сразу выйдешь из игры, если будут какие-то проблемы. Мам. Мам. Пытаюсь вспомнить, кто ты. Точно, смотри, помогает. Я, должно быть, Евгений Нариш. А ты? Ты новенький на нашей ферме форелей? Да, 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 я совсем новенький. Ты сказал ферма форелей? Да, форели, знаешь, ферма, знаешь, здесь выращивают из икринок форели, потом выпускают в реки, так раньше было, по крайней мере. И снаружи, никто не догадался, что отныне теперь это фабрика по производству игровых джойстиков. Всё теперь не то, чем было раньше, правильно? Может быть, ты новенький, но ты точно знаешь, что делать. Меня это удивляет больше, чем тебя. Ты, может быть, новенький, но ты точно знаешь, что ты делаешь, да? Ты, может быть, новенький, но я уже не знаю. У меня были самые лучшие учителя. У меня тоже, мой друг. У меня тоже. Ты где собираешься обедать? Я здесь новенький. У меня нет никаких планов на обеденный перерыв. Могу я предложить тебе китайский ресторан в лесу? Все его знают. Просто спроси. А ты не пойдешь туда? К сожалению, у меня другие планы. Но я советую тебе заказать особое блюдо. И не слушай, а тебе будут говорить нет. Хорошо, я это сделаю. Ларри! Да? С тобой сзади там хотят поговорить. Тебя просили прийти. Время получается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эй! Я вижу, ты уже установил контакт, Ларри Ашен. Что тебе сказал этот тип на конвейере? Слушай, ты можешь поверить в эту часть игры? Она какая-то больная, нездоровая. Такая неубедительная. Эти мутированные органы животных, которые вживляют в джойстике. Но это еще можно поверить? Но здесь все так грязно, абсурдно, гротескно. Я вижу, ты уже установил контакт, Ларри Ашен. Что-то тип на конвейере сказал тебе. Он сказал мне, куда пойти на обед. Надпись, китайский ресторан. У нас сегодня очень хорошая свежая морская щука. Всем принести? Мы хотим особое блюдо. Ты слышал меня, китайский официант? Мы хотим особое. Особое блюдо подается только по особому случаю. Я не могу принести вам особое блюдо. Но сейчас и есть особый случай. У нее день рождения. День рождения – это особый случай. Тогда я всем принесу особое блюдо. Похоже, особое блюдо здесь не очень популярно. Похоже, что ты прав. А можно остановить игру? Нажать паузу. Что? Нажать на паузу. Можно? Я имею в виду, все игры можно временно остановить. Правда? Да, да, конечно. Но зачем? В чем дело? Разве ты не хочешь посмотреть, что особо в этом особом блюде? Я чувствую себя как-то отсоединенным от моей нормальной жизни. Я теряю контакт с реальной жизнью. Здесь есть какой-то элемент психоза. Да. Это прекрасный признак. Это значит, что твоя нервная система полностью вживилась в архитектуру игры. Экзистенция включается в режим паузы. Это я сделал? Я думаю, что я сделал. Наверное, я. Но как тебе она? Кто она? Твоя реальная жизнь, к которой ты вернулся, она, мне кажется, абсолютно нереальной. Ну, а теперь ты не знаешь, что делать, да? Ты хочешь вернуться в китайский ресторан, потому что здесь ничего не происходит. Мы здесь в безопасности. Это скучно. Даже хуже, чем скучно. Я не уверен, что вот это, где мы сейчас, это реально. Для меня это, как игра. И ты уже становишься похожей просто на персонажа игры. Вот уж нет. Давай вернёмся. Особое блюдо для именинницы. Надеюсь, вам очень понравится. Смотри, это наш двухголовый приятель. Кажется, у него не очень здоровый вид. Я, кажется, потерял аппетит. Какая жалость. Мутанты, рептилии и водоплавающие дарят вам совершенно невообразимые вкусовые ощущения. Мне что, унести это всё? Нет. Мы... Мы счастливы. Очень хорошо. Наслаждайтесь. Мы счастливы. Пайкл. Что ты делаешь? Не знаю. Мне это кажется отвратительным, но я ничего не могу с тобой поделать. Хорошо. Хорошо? По-твоему, это хорошо? Да. Это настоящий позыв игры. Это то, ради чего был создан твой персонаж. Не сопротивляйся. Я сопротивляюсь. Но мне это не помогает. Спасибо. Б 재밌. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Должно быть нормально. Субтитры создавал DimaTorzok У тебя есть такой мост в реальной жизни? Конечно нет. У меня абсолютно здоровые зубы. Субтитры создавал DimaTorzok Смерть по рождению дьявола. Субтитры создавал DimaTorzok Это не смешно. Прости. Но ты знаешь... У меня такой позыв убить кого-нибудь здесь. Кого? Нужно убить нашего официанта. О, ну это еще разумно. Официант! Официант! Когда подойдет, стреляй. Не думай. Но все в игре так реалистично, я не думаю, что смогу. Ты не сможешь остановить себя, так что уж наслаждайся. Да, свободной воли в вашей игре места не нашлось, да? Как и в реальной жизни. Лишь бы было интересно. Он слишком милый. Я этого не сделаю. Что еще смогу сделать, чтобы ваш обед был еще приятнее? Я нашел вот это в моем супе. Я очень расстроен. Я очень расстрою. Все в порядке. Просто небольшое недоразумение относительно счета. Не обращайте внимания и продолжайте свой обед. У меня очень сильный позыв убраться отсюда. Через кухню. Пошли. Понравилось блюдо, которое я вам приготовил? Да. Оно было очень познавательным. Да, и для меня тоже. Вы оба прошли наш маленький тест. Прошли на ура. Почему нужно было умереть официанту? Официант много чего слышит. Когда люди едят, расслабляются. Он может предать. Он предал тебя? Он предал нас. Нас. Пойдемте. Сюда. Это наши пруды. 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 Это... Вы сегодня здесь поймали дичь для особого блюда? Ну и совсем дичь, не важно. Здесь мы разводим мутантов для нервных систем наших джойстиков. Но потом мы выяснили, что эти мутанты очень вкусные. Открыли ресторан, который служит нашим прикрытием. Но, конечно, мы также их разводим, как компоненты для гипоаллергенных видов оружия. Прямо под носом наших врагов. Кстати, о наших врагах. Вам нужно вернуться в Cortical Systematics. Вы там будете работать. Нам нужно, чтобы там было как можно больше наших агентов. И что? Компания Cortical Systematics владеет фермой форелей? Да, да, да. И лозунг враги реальности. Когда-нибудь мы очень скоро уничтожим и ферму, и все эти живые джойстики. Мы любим вас. И раз вы доказали, что вы подлинные реалисты, достойные доверия, мы с вами еще свяжемся. Я ищу Дарси Нейдера. Он здесь? Хьюго Карлоу. Дарси Нейдер здесь? Он там, сзади. Он вам нужен? Вот он. Напрасно, ты убил китайского официанта. Почему? Он был вашим контактом на ферме форелей. Хороший человек, черт возьми. Его собака мне притащила вот это. С нами связал с нами Евгений Нариш. Он пришел к Томме. Потому что Нейдер сообщил ему. Нейдер был шпионом Cortical Systematics. Вы с подпольным реалистом? Да. Я помещен сюда, для того, чтобы присматривать за Нейдером. Если Нариш не наш настоящий контакт, это кто он? Нариш двойной агент компании Cortical Systematics. Он работает с Нейдером для того, чтобы подорвать дело реалистов. И у него это хорошо получалось. В конце концов, вы убили своего собственного контактного агента. Теперь вам нужно остановить его. Я не хочу здесь быть. Пойдем, Пайкл. Пойдем, Пайкл. Это бывает. У тех, кто играет первый раз. Мне здесь не нравится. Я не знаю, что происходит. Мы даже не идем, а спотыкаемся в этом каком-то дурацком мире правил и цели, которого нам неизвестны. Может быть, даже нет никаких правил здесь. Нас могут каждую минуту убить силы, которых мы не понимаем. Очень похоже на мою игру. Если это действительно игра, то ее трудно будет продать. Ведь все и так уже играют в эту игру. Кашир сказал, что это будет в привычном месте. Здесь что? Есть привычное место? Мой сборочный цех? Мой сборочный цех? Мой сборочный цех? Это оно? Боже, какое росло, даже для джойстика. У меня ужасный позыв подключиться. А у тебя? Да, да. Конечно. Просто не терпится. Ладно, начинаем. Ты мне поможешь? Ты что, серьезно? Это же умерший джойстик. Если ты подключишься... Да, вот именно. Помоги мне. Сколько нужно времени для проникновения инфекции? Нгновение. А потом потихоньку позвонишься к другим джойстикам и распространяешь инфекцию на них. О, Боже. Что происходит? Что-то не так. Я сейчас тебя отключу. О, нет, Боже, нет, не надо. Очень больно. Сейчас я перережу по виду. Нет, мне страшно. Пайкл, я истекаю крови. Я убью. Я умру. Прости. Я не знаю. Я не знаю, что делать. Я знаю, что делать. Я точно знаю, что делать. Смерть к реализму. Смерть к реализму. Гори. Гори, подогший джойстик. Смерть к реализму. Гори. 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 Горь. По-моему, мы проиграли. А может быть и нет. Аллегра, мы дома. Мы дома. Пайкл, Пайкл. Пайкл, Пайкл. В чем дело? Что случилось? Оно здесь. Это произошло. Оно вернулось сюда с нами. Мы это принесли из экзистенции. Что оно? Что принесли? Я не понимаю, что ты говоришь. Мы болезнь принесли с нами. Мой джойстик заражен. О, Боже. Я потеряю его. Я потеряю мою игру. Отсоедини меня, отсоедини. Хорошо. Сейчас, сейчас. Но это невозможно. Как может играть, проникнуть в реальную жизнь? Есть такой очень странный эффект перетекания реальности. Я сама это не очень понимаю. Что в игле? Это спорицид. Инфекция. Спор очень часто бывает у джойстиков. Но если ввести лекарство вовремя, его еще можно спасти. Покажи мне свой биопорт. Что? Покажи. Что? Я знаю, что случилось. Это Кири Винокур, ублюдок. Винокур? Он же тебе вживил новый биопорт, да? О, Боже мой. Он тебе вживил зараженный биопорт, чтобы умер мой джойстик, чтобы умерла моя система. Так я заражен? Минутку. Он пытался нам сказать джойстик, пытался нам сказать, что он болен, введя болезнь в игру. Черт возьми, у меня заражение, у меня инфекция. У меня же теперь мозг, подвоночник сгниют заживо. Успокойся. У меня для тебя кое-что есть. Повернись. Я введу тебе спорицидальный резонатор, и он очистит всю твою систему от пор за несколько часов. Когда закончит, услышишь такой сигнал. Пока ты не очистишься, мы не можем играть. Теперь послушай. Послушай. Это, может быть, крайне важно. Ты действительно думаешь, как Винокур агент? О, Боже. Пайкул. Мой джойстик умирает. Я не могу ему ничем помочь. Я ничего не могу для него сделать. Пайкул. Восстание началось. Мир объят пламенем. Пошли, уходим отсюда. Вас будут искать. Кассир. Он персонаж из игры. Как он может быть здесь? Оставьте здесь кусок этого гниющего мяса. Там моя игра. Я не могу позволить умереть в моей игре. Подождите. Аллегра! Аллегра! Послушай меня. Послушай. Послушай. Я думаю, мы все еще внутри игры. Я думаю, твой джойстик где-то, где-то в безопасном месте. Я думаю, с ним все в порядке. Так что, можешь забыть про этот джойстик. Он и настоящий. Все уходите, быстро. Сюда. Быстро. За мной. Сюда, пошли. Сюда. Оттуда сверху все видно. А на что здесь стоит смотреть? На победу реализма. И вы часть этой победы. На смерть экзистенции. И мы часть ее. Осталось только одно. Мы же на вашей стороне. Как вы можете быть на нашей стороне? Как Аллегра Геллер, самый великий в мире дизайн игр, может быть на нашей стороне? О, да. Мы знаем, кто вы. Нельзя же вечно прятаться в игре. Что-то здесь перелилось через край Аллегра. Что-то здесь очень не так. Понимаете? Понимаете, в чем проблема? Я пытался найти вас. Слава богу, что я не опоздал. Моя собака мне принесла вот это. Нет, ты опоздал. Моя игра умерла. Ты убил мою игру. Нет. Я убил твой джойстик. Твоя игра в полном здравии. Нет. Я скопировал полную нервную систему твоего джойстика во время нашей маленькой операции. Там, в шале. Я перекачал все содержимое. Ты скопировал экзистенцию? Аллегра. Переходи в компанию Cortical Systematics. Да, да. Cortical Systematics. Я перехожу туда. И все остальные из антенны тоже. Так ты спионишь на Cortical Systematics? Если ты хочешь соединиться со своим ребенком, переходи к нам. Ты можешь с ней поговорить. Так будет лучше для всех. Ты ведь тоже можешь перейти с нами. Ты что делаешь, мать твою? Ты же убила его. Теперь ты и меня убьешь? Пайкл, перестань. Он всего лишь персонаж игры. Мне не понравилось, как он пытался воздействовать на мой разум. Активе не понравилось. И поэтому ты его убила. Но он всего лишь персонаж. Аллегра. А что, если мы больше не в игре? Если мы не в игре... Если мы не в игре... Ты только что убила настоящего человека. Это была не случайность, что мы с тобой в итоге оказались вместе. Не случайность? Нет. Вот почему у тебя не было биопорта. Ты один из них был, да? Я до сих пор один из них. Но теперь в себе есть биопорт. Я принес себя в жертву для того, чтобы подобраться к тебе поближе. И зачем тебе это нужно было? Чтобы понять, кого мне нужно убить. Тогда пойми вот это. Пойми, что я с самого начала знала, что ты мой настоящий убийца. С того момента, как ты приставил к моему лбу пистолет в китайском ресторане. И пойми, что ты умер. Смерть к демону Теду Пайкулу. Ну, я выиграла. Я выиграла в игре. Я выиграла. Я выиграла. Все вернулись? Мы вернулись. Мы вернулись, Мерл. Но у меня такое ощущение, что кое-кто еще этого не понял. Ух ты. Кто-нибудь хочет тарелку горячего-то со сладкого супа? Угощаю. Да, я съем с удовольствием. Только если там с Трисом еще будет какая-нибудь мутированная нервная система. Мой акцент в игре. Да я сам себя с трудом понимал. Сколько мы играли? Примерно 20 минут. Мне казалось много дней. Фантастика. Подумай. Можно оставаться всю жизнь в игре и прожить, я не знаю, в итоге 500 лет. Все эти повороты, изменения сюжета в конце у меня от них глаза кружились. Может быть, их было слишком много, слишком быстро, они менялись. Я проиграл. Но вы, ребят, просто гениально играли. Ну, по-моему, нужно аплодировать вам обоим. Я там облажался, да? Меня так быстро убили. Ну, фантастика. Ты был такой злой, ты такой был страшный, сумасшедший. Я, в общем, много там, чего говорил в этой первой сцене в церкви, но потом мой характер стал таким скучным. Все равно вы получите все сертификаты. Сертификаты тоже помогли нам здесь. Я прав, Мерль? Да. И таким образом вы сможете купить первые экземпляры игры «Трансценденция» компании «Пилгримедж», который появится на рынке с большой скидкой. Вам это понравится. Помните, это пишется вот так. «Трансценденция» – новая игра компании «Пилгримедж». Я хочу сказать еще спасибо, мистер Нариш, за то, что вы дали мне возможность сыграть роль главного дизайнера. Наверное, как-то игра почувствовала это мое желание быть похожим на вас. Аллегра, у тебя так здорово получалось, что я думаю, что очень скоро компания «Пилгримедж» свяжется с тобой и предложит тебе контракт. И, может быть, взять с собой вашего друга Теда, мистера Пайкула. Он очень быстро все решал в моменты кризиса, когда придумываешь игры, поверьте мне, этих моментов бывает очень много. И, наверное, вы все поняли, что у нас с Пайклом уже были определенные отношения. Мы любим с ним играть вместе. Мне тоже это нравится. Только хочу всех заверить, что Аллегра не прыгнула бы прямо в постель какому-то охраннику. Ну, если это, конечно, не я. Ну, что здесь можно сказать еще нашему дизайнеру Евгению Наришу? Ну как, гениальная игра, правда? Мэрл, меня очень встревожила эта игра, в которой мы сейчас сыграли. Что ты имеешь в виду? Там очень стильная антигорная тема. Началась ведь она с чего? С попытки покушения на главного дизайнера. Правда? Это очень здорово придумано. Хотя я, в общем, понимаю, что ты имеешь в виду. Ты думаешь, что это проекция настроения кого-то из игроков? Ну уж, не моего настроения, это точно. Давай разберемся потом, да? Когда будем анализировать нашу фокусную группу. Спасибо, что присмотрели за моей собакой. Мы бы хотели задать несколько вопросов мистеру Наришу. Вдали от всех. Ну, давайте. Только не просите меня заполнить никакую анкету. Вот мы сейчас сыграли вашу игру, и мы, согласно с теми остальными, что вы действительно величайший дизайнер игр в мире. Мы не были уверены раньше. Но большое спасибо, Евгений. Вы не думаете, что вы должны нести ответственность за все то зло, что вы делаете человеческой расе? Что? Да. Не думаете ли вы, что величайший дизайнер игр в мире должен быть наказан за то, как он уродует реальность? Я думаю, что я сейчас не... Пожалуйста, подойдите сюда, охрана. Смерть демону Евгению Наришу! Смерть компании Pilgrimage! Смерть трансценденции! Нет, нет, нет! Нет, вы же не собираетесь в меня стрелять! Эй, скажите правду! Это же все еще игра? КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok